Годзилла против Конго Горизонте в Годзилла против Годзилла Новая империя Идея Войны Титанов была представлена в Монстровселенной, в осенности в вором фильме о Годзилле, она обычно не показывается в фильмах лица Федери Однако смена маркетменовой кампании для сиквела Годзилла против Конго предполагает неполвую перемену. Конг готов к противостоянию скорой анимшрамов из Монстровселенной, в поддержку которого говорит Ора Годзилла. Ксепция Войны Титанов зародилась в Заронстровселенной, где она впервые была упомянута во втором фильме о Годзилле Титры Годзиллы Король Монков раскрывают скрытые послания описывающие войну, войну которой люди столкнулись с Титанами тысячи лет назад А Годзилла против Конго углубился в глубину концепцию чтобы обеспечить контекст для соперничества между Годзиллой и Конгом Ни один из фильмов не вернул в далекое прошлое, чтобы стать свидетелями настоящей войны Титанов во вселенной монстров В фильме Годзилла Конг новая империя значительно усилил ожидания современной войны Титанов Кадры показывают, что актеры раскопали таинственный сигнал из полой земли описанный персонажами Дэна Стенса как призыв к войне Затем трейлер показывает, как король Шрамов пытается испытать коалицию обезьян Титанов, предполагая, что он готовится к войне Похоже, что сигнал короля Шрамов является его попыткой усилить свои силы, прежде чем начать чем на акт на человечество Язык, используемый в фильме Годзилла против Годзиллы трейлер Конга, особенно значительный в контексте исторической войны Титанов между Годзиллой и Прилами Конга Фрески в начальных титрах и многочисленные скелеты в храме Конга в полой земле рисуют ясную картину возможных последствий войны Титанов Кромадные легионы гигантских монстров, участвующие в колоссальных солосениях До сих пор самым крупным противостоянием во вселенной Монстров была война Титанов Титульная битва Мебио Годзиллой и Конгом была битвой 2 на 2 Годзилла и Годзилла против Георы и Родана в Короне, короле монстров В этом свете война такого масштаба, на которую намекают в Гомедзилле и Кинг-Конге несомненно станет крупнейшим конфликтом когда-либо показанным во вселенной Монстров Этот возможный сценарий также объясняет страх заходный у человеческих персонажей в трейлерах и упоминание о синопсисе об угрозе конца света Битва между двумя армиями монстров Монстров может иметь катастрофические последствия для человеческой популяции независимо от того, кто в конечном итоге победит Концепция войны Титанов в современной вселенной Монстров кажется естественным развитием для Годзиллы и Конга особенно если некоторые теории, связанные с Королем Шрамами, верами Учитывая, что Годзилла против Годзиллы Годзиллы, Конг намеренно держал в тайне подробности древней войны Титанов Казалось, что вселенная Монстров стратегически спасает эти тайны В Годзилле и Кинг-Конге подчеркивается его связь с историей Титанов Весьма вероятно, что главная угроза в фильме напрямую связана с их самым значительным историческим событием войной Титанов Склонность Короля Шрамов к войне, показанной в трейлерах, еще больше подтверждает эту идею Его стремление к конфликту в сочетании с его лидерством в Грузе обезьян Титанов согласуется с древней историей вселенной Монстров Учитывая участие расы Конга в сцене Монстров можно предположить, что Король Шрамов влиял на конфликт Скуляции о причинах войны между видами Годзилла и Конга не прекращаются Если Король Шрамов активно вел войну войну, это могло бы объяснить конфликт развернувшийся лет назад Если Король Шрамов или Новый Ледяной Титан из Годзиллы против Конга являются настоящими инициаторами оригинальной войны Титанов Новый конфликт можно было бы считать продолжением из продолжительства события Годзилла против Конга может представить настоящую войну Титан войну на большом экране и закрыть лишь первую часть Первый шаг в этом направлении позвенит Леджендери Наконец, размотать долгу ожидания невиданные конфликты между Титанами во вселенной Монстров Если Годзилла и Конг вступят в войну стоит думаться, кто может быть союзником каждого из Титанов Шимо Ледяной Титан упомянутый в Томянах Годзилла Икс Конга вероятно будет одним из союзников Короля Шрамов Неизвестно, насколько их союз будет сообилен но обезьяны, показанные в трейлерах видимо, серьезная часть армии Короля Шрамов И нет информации присоединятся ли другие монстры из монстровых земель к этой силе У Годзиллы и Конга в Годзилла Икс Конга нет подтвержденных подручных но есть возможность собрать свою армию Вселенная Монстров дает множество потенциальных союзников этим двум легендарным монстрам Мотра, которая будет в фильме Годзилла Икс Конга заслуживает затосово внимания Как показано в видении во втором трейлере Мотра из Монстр Верс игра в решающую роль в будущих битвах Мотра может сыграть ключевую роль в оказании помощи Годзилле Икс Конгу в их войне против Короля Шрамов и его Сил Еще один потенциальный союзник Сцилла Лапка Натекомова напоминающая дизайн Сциллы из Монстр Верс была замечена в пиазом трейлере намекая на возвращение Короля Монстров Титана Сцилла олицетворяет Титанов которыми Годзилла взял свой контроль после победы над Королем Гидорой Кто Гидора призвал Титанов к действию в Короле Монстров Годзилла могла снова собрать их для борьбы с Королем Шрамов Это может дать Титанам таким как Родан и Бегемот возможность сражаться вместе с Годзиллой в Годзилла Дексикозилла The New Empire С учетом сказанного нескатряно мировой кассовый триумф Острова Черепа Конга и признания критиков сиквел остается неуловимым спустя 6 лет Повторное проявление Конга в фильме Годзилла против Годзиллы Конг намекнул на более сильную историю но это лишь поверхностная часть известной истории Популярность и кассовые сборы Конга привели к сиквелу оставив его историю в неизвестности У всех Монстер Верс собравший почти 2 миллиарда оправдал расширение кино-вселенной Высокие кассовые сборы острова Черепа Конга выделили его как великолепного кандидата для сиквела благодаря признанию критиков и большим зарубежным доходом Ходом Слухи о сиквеле Сын Конга и Адам Вингард создавал историю о поиске Конга своего вида в полой земле Эта идея превратилась в Годзиллу против Конга новую империю Подчеркивающую объединение Годзиллы и Конга против общего врага Тизер представляет неизвестное обезьянное обезьянное обезье возможно относящееся к виду Конга создающее новое конфликт Исследование полой земли и проявление Конга Годзилле против Конга новая империя можно рассматривать как запоздалый сиквел Конга Смотря на участие Годзиллы для маркетинга фильм мог быть и стойкой о Конге где Годзилла играла бы второстепенную роль в финале Даже если Годзилла Сликс Кунг новая империя замаскированный фильм о Конге Конге Годзиллы сохраняет свое значение Хотя история Конга прослеживается в Годзилла против Конга фанаты считают, что он заслуживает сольного фильма Интеллект Конга, проявленный в языке делает его важным звеном между титанами и людьми Его способность делать титанов более человечными делает важной частью усилий по восстановлению Земли От маркетинга фильма Конг должен вновь провести свое стилючение в одиночестве На этом все по сегодняшнему видео Субтитры создавал DimaTorzok